Привет, привет, всем привет! Сейчас на улице у нас жара, наверное, 30 градусов, несмотря на то, что уже ночь почти. Влажность, наверное, 100%, потому что лето, наконец, даёт знать о себе. И внизу у меня прямо под домом стоит группа людей, ну, плюс-минус моего возраста, которые уже полчаса пытаются решить, в какую сторону идти на Бульваротшильд, и стоит ли туда идти, чтобы съесть десерт, потому что вроде уже поздно или ещё рано. И вот они стоят и орут, обсуждают, да, орут. Ну, израильсиане они очень-таки шумный народ, и никогда не поймёшь, то ли мирятся, то ли ругаются. И хочу с вами сегодня, не дождавшись, скажем так, пока та компания двинется, я уже решила начать своё видео. Хочу сегодня поговорить на такую тему, как child frame. Странная, казалось бы, тема, особенно для человека, у которого есть ребёнок, и который работает в такой детской сфере много-много лет. Но эта тема мне была чётко понятна до того, как я родила ребёнка. И, как понятно, с одной своей стороны, да, я это видела, как компания людей, которая считает, что жизнь человека не заключается только в том, чтобы рожать детей, не только в том, чтобы рожать детей, а не заключается в общем, чтобы рожать детей, да, ты живёшь и наслаждаешься жизнью, это необязательный пункт твоей жизни. И я абсолютно поддерживала это направление. Я считала, что и сейчас считаю абсолютно, что цель человека на этой земле далеко не родить ребёнка, не стать матерью, не стать отцом, и это совершенно не является каким-то обязательным пунктом в жизни. Это происходит, когда у тебя складывается жизнь так, или ты реально этого хочешь. А делать это потому, что, знаете, там посадить дерево, вырастить сыном, это абсурдно. Если ты реально это хочешь, да, там у тебя не сложилась, может быть, как-то судьба в плане замужества, да, но ты реально этого хочешь. А делать это просто потому, что положено человеку размножаться, ну это глупо, на мой взгляд. Я всегда понимала людей, которые делают сознательный выбор, не имея детей, и я даже не могу сказать, что как-то делают сознательный выбор. Но люди живут, живут и понимают, что им это не их, им это не надо. Я даже никогда об этом не задумывалась, как о какой-то такой выборе каком-то, да. Я понимаю, что кто-то идёт направо, кто-то идёт налево, каждый живёт так, как он хочет. И я никогда не могла понять этот сознательный выбор. Я обязана родить ребёнка сознательно, да, для там, вот бабушка, вот я родила, возьмите, там, ещё кому-то я родила, возьмите. Поэтому для меня это являлось абсолютно естественным процессом, как человек решает выходить замуж, разводиться, так что человек решает, стоит ему в этой жизни рожать детей или не стоит. Вот мне было это движение, понятно. Но потом как-то я начала читать на эту тему, что же пишут, кроме того, что, знаете, как бы ты понимаешь это в своей жизни. Как бы ты не в своей жизни, а вот ты и живешь, да, и ты понимаешь, что значит определенное значение по жизни. Ты видишь людей, ты видишь их направление жизни, ты понимаешь, да, вот как агностик, что означает, как означает, да, там, религиозный человек. Ты понимаешь, что это человек, да, вот так же я видела child free. Потом я начала читать на эту тему, проверить, а правильно ли я это вижу. И обнаружила, что оказывается есть такие люди, как child free, которые имеют детей, но они при этом остаются child free. Мне это было странно, я не могла это понять. Думаю, как бы если ты уже родил ребенка, значит ты не child free. Но когда я родила своего ребенка, даже еще раньше, вы знаете, у меня была одна подруга, которая натолкнула меня еще на эту мысль. Но, как говорится, пока ты на себе не испытал, ты так четко это не увидел, эту тему. Она мне говорила, она была замужем, вроде как все нормально, да. И она говорила с таким трагизмом в голосе, знаете, как с высоко поднятой головой. Я даже не помню, как я жила до того, как я родила сына. И не хочу помнить. Мне всегда хотелось сказать, дорогая, что же у тебя такая хреновая эта жизнь была? Нафига ты выходила замуж, раз ты не хочешь помнить тебе там 3-4-5 лет, что ты прожила замужем без ребенка? Нафига ты вот это все делала, жила, если так хреново было, и наконец ты обрела какой-то смысл в жизни? Нафига ты там служила армию, в армии работала, что-то достигала, если тебе так все это... Да, в Израиле девушки служат в армии, обязательная служба для девушек в армии. И еще одна оговорка. Не всех посылают в Израиле в боевые войска. То есть у нас не призывают боевые войска. Боевые войска надо поступить, когда тебя призвали в армию. Это как бы привилегия. И не берут всех подряд. И девушек всех подряд не берут, и парней всех подряд не берут. Туда надо поступить, сдать определенный норматив. Просто так всех туда не стригут, и очередь туда есть. Туда не берут всех. Есть несколько человек на место. Отфильтровывают там. Морально нестабильные, физические, неподходящие. Очень много не берут всех подряд. Поэтому, чтобы не было вопросов, а служат, служат. Больные, конечно, наверное, у кого-то есть по здоровью, у кого-то там еще получают освобождение. Но это не просто получить. Большинство служит, и нет желающих откосить от армии. Это считается как бы престижным привилегией для граждан, которые евреи. Потому что арабские, допустим, арабы, израильтяне не служат. Так вот, зачем ты это все в жизни делала, если твоя жизнь настолько была фиговой, ты как бы шла к одной точке только, чтобы родить ребенка, и тогда жизнь наладилась? Мне это было абсолютно непонятно. Думаю, боже мой, что ж такое странное? И вот когда я к ней приходила в гости, я услышала одни разговоры, извините меня, про подгузники, про пеленки, про одежку, про какие-то другие детские вещи. Я так сидела и думаю, ну ладно. Видимо, все люди, когда рожают ребенка, у них немножечко где-то что-то заклинивает, и они начинают на эту тему говорить нон-стоп. Но потом я познакомилась с другими людьми, которые это не делают. Да, я думаю, ну, наверное. И вот тут-то я поняла, что есть люди, которые остаются реально отчаянные, не обремененные вот этой темой, которая не захватила все их сознание вот этой темой. У меня теперь есть ребенок. Я даже не хочу помнить, как я жила до этого. Не дай бог этот кошмар вспомнить. Это было так все ужасно. И так это все не было никакого смысла в моей жизни. Я начинаю медленно понимать, что, может быть, реально вот child-free – это люди, которые нашли себя в этом мире без того, чтобы выполнить вот этот, как бы такой, я это называю физиологический долг. Это не долг, это физиологический процесс, который может сделать человек, да, вот естественная своя какая-то такая, да, как, я не знаю, ну, размножение, это самый примитивный инстинкт. Есть люди, которые нашли себя не в… до этого еще, не то, что не в этом, а до этого. И вот это именно часть людей называется child-free. Они потом, да, рожают детей, но вот это вот отцовство и материнство не захватывает и не поглощает их мозг, и они не говорят, ой, у меня такая же… Я не хочу вспоминать, как оно было до этого, знаете, таким… Такая королева драмы, такая вся такая прямо трагедия, какая у меня жизнь. Нет, это теперь все, и та-да-да-та. И когда я столкнулась уже сама там на детских площадках, там с разными типами людей, и поняла, что людей, которые реально нашли смысл жизни, не состоялись в жизни до рождения ребенка, вот это и есть child-free. Это люди, чей разум не подчинен вот этому инстинкту размножения. Они не любят своих детей меньше или больше, они абсолютно замечательные родители, но у них разум работает как у человека разумного, а не как у человека, который вот это моя цель жизни, и я это несу. У меня был такой недавно просто вопиющий, я вам скажу случай, у меня волосы на голове зашевелились, и как бы просто жутковато мне как-то стало от этой ситуации, я просто ребенка схватила и ушла сразу оттуда. Была я на детской площадке, вы знаете, случайно проходила, потому что обычно я стараюсь на детскую площадку попасть тогда, когда не очень много там детей, и случайно зашла, и там сидела мамаша с ребенком, и как всегда, знаете, начинается вот это. Я сразу определяю людей, которые не child-free, а людей, которые вот это вот флаг несут, они сразу начинают сравнивать, а вот сколько твоему ребенку. А, да, и она уже вот так, да, всего-то, а что ты, и она вот, когда я там, ну, я стараюсь даже не отвечать, и как-то, знаете, я иногда даже как-то стараюсь, говорю там на год, на полгода больше, что моему ребенку, ну, пусть человек порадуется, что у нее лучше. Не люблю вот это, когда начинают это сравнение, а вот уже, ах, и я стараюсь от этих разговоров уходить, потому что мне просто вымораживает это мозг, как можно детей вообще сравнивать, как будто это чьи туфли красивее. И когда женщина вот это меня все спросила, я рассказала, и она мне, она подходит не мне, к своему ребенку и говорит, а вот ты видела, или видела, там мальчик был, девочки вот так, так, ты там ее старше на несколько месяцев, и ты вот еще там не делаешь, ты же должен понимать, что ты уже должен это делать, как же ты так маму-то расстраиваешь, да-да-да-да-да-да, и я такая сижу и думаю, елки-палки, люди, зачем вы калечите собственных детей, зачем? Мама же так, там для тебя одно второе делает, пятое десятое, а ты даже вот там, не знаю, не помню, что там она обсуждала, не ходишь, не поешь, не пляшешь, не делаешь что-то еще, и ты же такой маленький, а, ты же, вот это было, ты же такой маленький, размером, ты так плохо кушаешь, смотри, какая девочка уже большая, ты же мальчик, и ты вот такой маленький, слабенький. У меня глаза полезны, как же мамы, мама не будет тобой гордиться. Я так стою, думаю, елки, и просто я ребенка схватила, и так, знаете, за секунду у меня там больше не было, я поняла, что люди просто, они даже не понимают, как они, во-первых, травмируют своих детей, а, во-вторых, вот этот вот знамя, вот это, как мне многие девочки говорят, да, в России это называется, я же мать, оно просто не дает человеку, ребенку нормально развиваться. Мне кажется, вот мы очень часто делаем одно, второе, пятое, десятое, вот суетимся, вот это все, готовы там душу вынуть и ребенку отдать. Мне кажется, что ребенку это совсем не нужно. Совсем ему не нужно, вот чтобы для него выворачивались наизнанку и прямо, да, кишки все вытряхивали. Ему надо просто комфортно, чтобы его любили, комфортно жить и комфортно ощущать рядом нормальных, полноценных родителей. Они родители, которые решили, что ребенок – это их главная цель в жизни, и они вот, знаете, его вот так вот, вот здесь вот. И я четко в тот момент поняла, что люди, которые называются child-free, это не люди, которые отказались иметь детей по тем или иным причинам, это люди, чей мозг не захвачен вот этим инстинктом размножения, как бы первоначальным инстинктом над всем остальным. Это одна из функций и в жизни. Это как бы одна из вещей, которые они делают в жизни, они являются родителями. Когда ты сводишь вот это вот все к одной этой точке, это превращается просто, знаете, в какую-то маниакальную, странную такую наклонность людей. И опять же, вернемся к той же самой подруге, которая мне говорила, ты знаешь, вот ты родишь, ты, ты, говорит, мне напиши, когда ты родишь ребенка, вот ты увидишь, подтвердишь себе мои слова, тебе будет уже все равно, что на тебя одета, как ты выглядишь, там, что-то еще, ты будешь вот вся прямо, да, вот тебе уже не захочется ни работать, ни карьеру, ты вся, тебя захватит, вот это будет целью твоей жизни. Я не могу понять, как целью моей жизни может стать воспитание ребенка. Я не могу это понять. Мне кажется, что целью моей жизни является жизнь, а ребенок является частью жизни. И чем больше это не является целью, а является частью, и мы все образуем, знаете, одну такую жизнь, тем комфортнее будет моему ребенку и любому другому ребенку расти и развиваться, когда он не будет себя чувствовать каким-то, знаете, как это, я такая сижу с прицелом от баллистической ракеты, а под этим прицелом сидит ребенок, и я вот высматриваю, вот это я так вижу. И я поняла, что человек, который чает вред, реально вот человек со свободным разумом, который может делать еще другие вещи и не считать, что это вот такая вот... Знаете, мне один раз зубной врач моя, опять же, сказала, потрясающую вещь, сказала еще одна вещь, с которой у меня волосы стали дыбом. Она мне объясняла, почему надо иметь двоих детей, почему один ребенок это мало, и надо иметь двоих. У меня как бы вообще тогда такой случился тотальный отвал мозга, он у меня просто отвалился, вот с кресла, я на кресле как раз сидела, вот так, с открытым ртом. Видимо, она воспользовалась ситуацией, пока я ответить-то не могу, и вот это мне сказала, причем женщина вроде так в возрасте умная, хорошо образованная и вроде как интеллектуальная такая. И я вот сижу, да, и она мне говорит, ты что, ты не хочешь второго ребенка? Я говорю, ну как бы, чтобы иметь второго ребенка, да, вот это мы до этого еще обсуждали, она меня много лет знала раньше, да, сейчас мы уже не общаемся после этого случая, потому что у меня глаза на лоб полезны. Я говорю, да, но чтобы иметь двоих детей, надо правильно между ними выстроить отношения, ты не просто родил там одного, второго, третьего. Это когда родил одного, ты с ним выстраиваешь отношения сам. Родители, да, та-та-та-та. Если родил двоих, ты должен между ними выстроить отношения, потому что я знаю миллионы семьи, где брат и сестра, сестры и братья, и два брата, и две сестры, не суть важные, не общаются, потому что родители неправильно выстроили отношения между ними, потому что дети, когда растут, они сами это не сделают, им надо это помочь, и когда ты не знаешь, как это сделать, надо вот об этом думать. И я это много раз видела и понимала, что проблема идёт ещё и с детства. Родители неправильно выстроили эту систему, или не выстроили никак, или дали кому-то слишком большие приоритеты, а кого-то отодвинули слегка в сторону. Поэтому я для себя вот это всегда имею в голове как мысль, если рожать ещё детей, это не просто там, да, для себя родил, и это выстроить отношения между детьми. Потому что отношения всё-таки родители и дети, да, там, мама, папа, они выстраиваются более естественным образом, мне кажется, да, ребёнок тянется к маме, к папе, а вот остальные дети, это надо уже сложить, и это сложно. Я знаю, как выстроить другие отношения, но это я не знаю, и поэтому для меня это тоже важно. Я вот это ей сказала, она мне говорит, потом я уже сирота, да, вот я с закрытым ртом, и она мне изрекает, типа, а, я аж вспомнила, да, почему же надо иметь двоих детей. А если, говорит, с первым ребёнком что-то случится, у тебя же, говорит, останется ещё один, и я так серьёзно, хорошо, рот был открыт, аначе у меня челюсть бы упала до пола. Я так думаю, это что выходит, запасной что-то ребёнок? Думаю, так это как? Это значит, если у меня что-то с одним ребёнком случится, слава богу, у меня есть второй, помирать что ли рано или как? Как это видеть? Или мне это не будет тяжело? Или это типа ничего страшного, один умер, есть запасной, теперь можно жить для второго? Я не поняла, как эти две вещи связаны, я не поняла, как их вообще можно связать, как это всё складывается, я не поняла вот эту систему запасного человека. Я думала услышать, потому что там, я не знаю, там одному ребёнку скучно, да-да-да. Но когда я услышала вот эту тему, что вдруг с одним что-то случится, вот, дальше, что хотела ещё сказать, на какую тему поговорить касательно детей, что мне часто люди говорят касательно моего видео на тему, я как-то рассказывала, что, ссылку оставлю внизу, да, про беременность, что это не ваше дело, потому что люди многие лезут, спрашивают, и мне очень многие написали девушке, что они страдают проблемой, не могут забеременеть, а им всегда люди говорят, типа, ну, давай, 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 что ты эгоистка, что ты не рожаешь, что ты та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И я представляю, насколько людям это больно и неприятно. У меня была ситуация обратная, я работала, мне было, как бы у меня было выполнить по работе определённость, определённого уровня, а потом дети. И у меня дошёл идиотизм до такого, что мне многие стали советовать даже врачей. И я как-то только злилась, и потом, не злилась, а как-то раздражалась, думаю, какое ваше дело, а потом вдруг на меня секунду, я на секунду поняла, как больно людям, которые реально имеют какую-то проблему и очень хотят родить детей. Вот эта толпа, которая залезает, вы знаете, вот реально скажу вам сейчас противную вещь, у меня, когда я вот это всё осознала, да, такое чувство было, что люди вот грязными руками залезают к тебе в матку и указывают, как ей себя вести. Вот что ты в этом роде? И тут я поняла, что ведь реально есть люди, которым это доставляет невыносимую боль, а люди, которые это говорят, они даже и не думают об этом. Они думают, что это из эгоизма, вот та-та-та, там ещё не хочет, хочет для себя пожить, хватит жить для себя, рожать ребёнка. Представьте, если человек реально лечится и реально чем-то страдает и не может это сделать. И хочет, но у него не получается, а вот вы к нему ходите и говорите, давай, 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 давай. И я не могу понять, как вообще у кого-то открывается рот, чтобы такую вещь сказать. Вот это всё равно, что, не знаю, подойти к человеку и спросить какой-то, а у тебя муж случайно не импотент, вот к чужому, да, или, я не знаю, там ещё какой-то, а какой у тебя размер лифчика? Вот подходишь к какому-то человеку на улице или к коллеге из Каракутии, у тебя размер лифчика, да? Или там ещё какие-то размеры, да, интимных органов вы спрашиваете, никто, на ком же голову не придёт. А вот эту тему, почему-то, люди считают, что можно на неё так открыто говорить с посторонними достаточно людьми, что... Мне кажется, вы знаете, даже с близкими людьми нельзя на эту тему говорить, нельзя её затрагивать, потому что если ваш близкий человек захочет вам рассказать о проблеме, которая у него есть, он вам и так расскажет. Я в том видео тоже об этом говорила. Если не захочет, то не ваше это дело. Это взрослый человек, он сам решит, как ему жить. Поэтому вот только так, если вам расскажут, попросят совет или что-то, и расскажут, почему не хотят, и расскажут о болезни, которые есть, тогда да, ну как-то интересоваться и выспрашивать. Я вот просто, у меня, вы знаете, мозг отдельно, а вот эта тема отдельно. Я не могу это понять, абсолютно мне это странно. Вот. И кто считает, я вам скажу, я вас разочарую, если кто-то считает, что родив первого ребёнка, он уйдёт от такого вопроса на тему, а когда же дети нет, у вас будут так спрашивать про второго. У меня, знаете, была знакомая, которая рассказывала, она говорит, у неё двое, да, её сейчас спрашивают про третьего, как-то, не хочу третьего, и говорят, ну, наверное, ты хочешь, а муж твой против. Она говорит, нет, мы считаем, что это хватит. И я говорю, как же, мы в Израиле же положены троих. Наверное, ты просто не хочешь говорить, на самом деле, муж твой против. Чё? И да, поэтому вот, у нас это обсуждается, но чаще всего такие разговоры начинаются, именно когда у тебя уже есть дети, как бы, если ты одного родил, значит, у тебя всё нормально, и теперь можно, знаете, этот лозунг, потому что в Израиле, как я уже рассказывала, иметь троих детей, это разновидность нормы, это как бы нормально, один это вообще не считается, что у тебя есть ребёнок, двое, ну, как бы, да, скоро у тебя будет третий, трое это норма, четверо это уже так, уважительно, но тоже не шок, просто уважительно, четверо. Так что, вот такая история. Большое спасибо всем за просмотр, буду очень рада послушать ваши комментарии на тему, как вы поступаете с ситуацией, когда к вам, не именно даже на эту тему, когда вам задают какой-то такой уже, знаете, абсурдный вопрос, который лезет в какую-то очень личную сферу, и как вы относитесь вот в общем к этой теме женщин, которые говорят, ах, не хотела я даже знать, как было до этого, вспомнить, как я там жила до этого. Вот, большое спасибо всем за просмотр, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok,